Вы смотрите канал улицы Москвы. Мы находимся в Новой Москве, примерно в полутора-двух километрах от станции метро Румянцево и Соларьево. И здесь у нас также новостройки. Уже не видно Киевского шоссе. Ну вот там оно примерно располагается. А вот это жилой комплекс под названием Румянцево парк. Относится к бизнес-классу, что редко для Новой Москвы. Строит его малоизвестный застройщик Лексион Девелопмент. И будет состоять жилой комплекс из трех домов, построенных по монолитной технологии. В высоте от 13 до 22 этажей. И вроде бы уже один дом сдан. Ну да, достаточно редко бизнес-класс все-таки для Новой Москвы. Хотя мы и такие тоже дома видели. Тот же Russian Design District в Атутинках. Но здесь гораздо ближе. Туда мы еще вернемся. Посмотрим. Вот, кстати, если посмотреть прямо, то там за лесом видны корпуса Соларьево парк. Где были не так давно. Ну, визуально Румянцево парк тоже недалеко от Киевки находится. Правда, на самом деле, сюда сложно дойти пешком. А что касается вот этих домов, то это у нас жилой комплекс Позитив. Такие вот позитивные новостройки. Серия дома Домос. От 16 до 25 этажей. Всего 6 домов. Значит, один как бы в центре дом. И остальные вот от него по краям. Застройщик здесь Капитал Групп. И это панельные дома. Комфорт класса, так скажем, без претензий на бизнес. Где-то мы тоже видели эту серию Домос в Москве. Ну, и в отличие от жилого комплекса Румянцево парк, данные дома уже сданы и заселены. Ну, что можно сказать. Недочеты, наверное, здесь такие же, как и в Солариево парке, который мы недавно посещали. Это то, что рядом проходит трасса самолетов аэропорта Внуково. Никуда от нее не деться. Ну, и полигон ТБО Солариево, он, конечно, здесь несколько подальше. Надо отметить, если Солариево парк у нас вплотную к полигону ТБО, то здесь несколько дальше. Это другая сторона Киевского шоссе. Можно заглянуть вот сюда, например, с внешней стороны. Туда, в ту сторону, у нас многочисленные бизнес-центры, располагающиеся близ станции метро Румянцево. А если в ту сторону, то мы попадаем в район Солнцево, Старая Москва. Ну, тоже замкадные, получается, территории. Ну, вот, как этот дом выглядит с внешней стороны. Позитив. Офис продаж уже закрыли и сдают территорию в аренду. Возможно, тут что-то появится. Какое-нибудь заведение. Такая вот застройка. Конечно, есть здесь такое ощущение, что мы уже находимся за МКАД, глядя вот на этот жилой комплекс. Вот, но, если говорить... Ну, вот этот, конечно, посолиднее выглядит в Румянцево парк. Ну, не зря он к бизнес-классу относится. Там еще крутое должно быть внутридворовое благоустройство. Мы до него дойдем, безусловно. И посмотрим его более внимательно. Здесь такой, наверное, комфорт по нижней границе. Ближе к стандарту эконому. Ну, а сейчас девелоперы, застройщики, они не любят свои жилые комплексы называть эконом-классом. И фактически есть три класса жилья в Москве. Это комфорт, бизнес и премиум. И во многом, во многом, класс жилья определяется его локацией. Вот, так что, конечно, для новой Москвы привычно строить комфорт. Но посмотрим, что здесь за бизнес. Сейчас перейдем на другую сторону дорожки. Вот, ну, в общем, понятно, я думаю, вам, что это за жилой комплекс. Он уже сдан. Так, сейчас пойдем туда. Ну, вот, мы оказываемся уже на противоположной стороне Родниковой улицы. У жилого комплекса Румянцевый парк. Вот, кстати, рендеры. Они очень красивые. Дорожки вот эти внутренние. Они вроде бы как есть уже там. Вот. Для того, чтобы перейти на эту сторону, понадобилось возвращаться опять туда, к светофору, к остановке. И переходить. Потому что там в пределах видимости что-то перехода пока что не обнаружено. Вот, наш позитив. Позитивный. Остается на противоположной стороне улицы. А мы идем смотреть Румянцевый парк. Ну вот, возможно, скоро уже тоже будет дан данный корпус. Очень на то похоже. Стройплощадочка. Два детских сада также обещает здесь застройщик. Ну вот. Пойдем сюда. Здесь вроде как уже ходить можно. Похоже, что вот один из этих детских садиков и есть. Сейчас мы, как я понимаю, движемся по направлению к Киевскому шоссе. И опять нашему взору открывается Саларьево парк на заднем плане. Так понимая, те дома, которые мы видим, это дома, которые ближе к метро Саларьево. Вот и ТРЦ левее показывается торгово-развлекательный центр Саларис или торговый просто центр. Ну, в любом случае, крупный крупный мол возле станции метро метро Саларьево и соответственно транспортно-пересадочного узла. Вот мы смотрим эти дорожечки. Их сейчас видно. Прогулочный такой такая внутридворовая территория. Ну, понятно, что все-таки жилой комплекс классный. Бизнес-класс обязывает. Ну, локация, конечно, спорная в плане особенно вот этой трассы самолетов из и в аэропорту Внуково. и еще интересная архитектура, что дома круглой, такой полукруглой формы, а не просто угловые. Надо еще вот этот факт отметить тоже. Интересный момент. У нас есть там проход? Вот эти помещения, это похоже уже здание на бизнес-центры. то есть офисы тоже будут поблизости. Здесь, понятно, все строится еще. То есть, напомню, сдан только один из трех корпусов. Ну, второй, как я понимаю, тоже уже вот-вот будет сдаваться, который мы проходили и заглядывали. Так, они тут еще обещают вроде как ландшафтный парк поблизости. Ну, посмотрим. Вот визуально казалось бы рядом Саларьева. ТЦ Саларьев, Киевское шоссе. А так-то попробуй до него дойти через все это поле. Я сам тоже ехал на автобусе. Правда, одну остановочку вот эти автобусы там 734-й, 57-й. что следует в сторону Солнца. Вот. Ну, отсюда, я думаю, если бы на первой роте в Саларьеву были, в Саларьеву. Эти дома оттуда тоже хорошо видно. Вот они. Так, здесь тоже стояночка. Так, там пока стройка дальше. Там у нас дальше пока что стройка. Ну, такой вот бизнес-лайт. Может, внутри МКАД он бы и комфортом назывался. Хотя есть тут интересные решения тоже. Как мы видим, вот во внутридворовой территории. Ну, по планировкам, наверное, тоже что-то есть. Я не вникал, если честно, глубоко в эту тему. Ну, и у нас канал немножко не об этом все-таки. Так, ну, посмотрим теперь с этой стороны. Здесь уже, напомню, недалеко граница старой Москвы, район Солнцево. И там мы видим снова уже тот комплекс под названием Позитив, от которого начинали выпуск. Дворы без машин, но вне этих дворов, как видим все заставлено машинами. Ну, сделали такой кружочек. Будем закругляться. так, это что это что как это это ? , что это